все я погнал и швы, затираешь камни все, такой коричневый камень Проводим время, у нас своего дома нету, мы сироты, бомжуем, вот так поедем, погреемся Зайцу мою не снимай, если будет у них свой зал наверху, молодежи Говорите тут как высоко, как-то у него тут труба Да, вот она, да Кончишь, пригласишь поснимать, нет? Конечно, результат посмотреть Ну конечно, конечно, да Будем интересно, мы же про 90-е, когда зарплата была 70 долларов тогда Второй раз в жизни я вляпался в грех Хелло, хелло, всем привет, дорогие мои зрители, дорогие мои друзья Меня зовут Слава, живу я в штате Вирджиния, город Харисомбург, в одноэтажной Америке, Соединенные Штаты И я снимаю вам видео о русскоязычных иммигрантах, проживающих в Соединенных Штатах Сегодня я еду к одному моему знакомому, мне нужен трейлер Сейчас я вам объясню для чего Но, я надеюсь, что он мне сегодня даст продуктивное интервью Он построил себе новый дом И дом он построил не из говна и палок, как обычно в Америке здесь строят А вот с этих спинопластовых панелей внутри у него залит бетон Давно я уговаривал, чтобы ролик с ним снять Люди здесь у нас скромные, сниматься особо не хотят Не хотят выставлять на показуху свое имущество, свой образ жизни Говорят, зачем хвалиться и что такое? Я ему говорю, ну это не хвалиться Просто людям в России, там на Украине, Белоруссии, бывший Советский Союз Им всем интересно, как люди, простые трудяги, живут в Америке Потому что пропаганда делает свое грязное дело Что мы тут живем в каких-то там клопомниках, в арендованных, в подвалах Иммигранты, я имею в виду А те, кто живет в своем доме, это какой-то сарай И на 30 лет у него ипотека, он выплачет и пыжется на этот дом Чтобы еле-еле за него выплатили и сводят концы с концами Надеюсь, что он мне интервью все-таки сегодня даст И вкратце У меня, я часто работаю, я в основном работаю сам со своим трейлером, со своим траком Колеса меняю, там колодки И когда мне нужно поработать со своей техникой Я постоянно, вот у меня новая тундра Ладно, у меня там раньше был Силверадо Трачок старый Но он был 2004 года, я покупал, когда 4-годовал и был 15 или 16 лет я на нем проездил, я его продал, купил себе вот эту новую Практически новую тундру 20-го года Годовалую Дугодовалую И Как я еду делать что-то там, ремонт с ней Вечно я ее заваливаю инструментом Мне нужно там болгарки, какие-то железяки, что-то еще И постоянно у меня сзади там сиденье, тут впереди у меня все это завалено И потом, мне надо если приварить что-то, пользоваться электричеством Это мне надо свой трейлер куда-то там подгонять, это там розетку Там бывает машины стоят, вечно это проблема И я уже много раз снимал ролики У нас тут есть такой Даник, у него трейлер Прямо у него там своя мастерская в трейлере У него там все инструменты, компрессор, сварочный аппарат И я тоже хочу, чтобы у меня вот такое вот что-то было И он когда-то, у него был трейлер, он его продал этому Василию А себе купил побольше Потом Васе им попользовался, он ему уже особо не нужен И я у него хочу его купить Поэтому сегодня я еду к нему, забирайте этот трейлер И наконец-то я освобожу у себя гараж Подвал у меня там, ну у меня куча всякого инструмента У меня кругом вот в гараже, по периметру гаража Внутри везде все, там сварочная пара стоит, всякие там провода Ой-ой-ой, всего, у меня просто не хватает места Дом вроде бы у меня большой, но у меня нет такого отдельного склада И потом все это неудобно таскать А так, например, надо что-то поработать Электрика нужна, компрессор нужен, чтобы воздух, ну там колеса пооткручивать Раз приехал, завел и спокойненько работаешь Ха, Вася, привет! Привет! Здорово, здорово, давно не виделись? Привет! Давно, кстати, я его не видел, ребята В общем, приехали мы к Васе домой На интервью ты согласился? Ну да, получается так Вася, ты у нас откуда? Из Ростова-на-Дону Он из Ростова, и прожил ты тут уже сколько? Ну, всю, почти свою сознательную жизнь, ну, с 94-го года О, как и я! 28 лет! Да-да Прикинь, это тебе сколько лет было, когда ты приехал? Мне было 12, я 3 года здесь пожил, потом на полгода ехал в Россию Ну, 15 лет И потом обратно вернулся сюда И вот до сих пор Мне уже 40 лет, да Я здесь у него впервые Я тут никогда не был, я заезжаю Сколько у тебя тут акров земли? 35 35? Это сколько? 15 где-то гектаров, наверное, да? Я без понятия, я в русских 35 акров, я потом вам там напишу на экране Но это где-то гектаров, наверное, 15 Вот его работа Вот Он прямо заезжает сюда на машине Заехал, припарковался Никому парковку платить не надо Да У меня сейчас пока сирота, дома нету Сирота Я, главное, заезжаю, да? У него здесь все У меня Я от зависти сейчас лопну У него здесь, смотри Костер горит Сидят, блин Картошку закидывай, да, и картошку пеки Получается, что Ты сейчас тут строишься Вот он строит себе новый дом Да И Я уже сейчас пока ехал Я немножко тут рассказывал Что, гости к тебе приехали? Это мои сыновья, они за пиццей съездили У нас дома нету, кухни нету Мы пиццу кушаем, как живем Ааа Что мы полнеем Значит, дом, он, как я уже сказал Он построил Из Это Как они? Как они правильно называются? ICF Insulated concrete form Получается, такие блоки Из пенопласта Можешь показать Вот Сейчас посмотрим Да И получается 2,5-инча на каждой стороне И пластмассово И он соединяется И ты, как в лего Собираешь его И потом туда арматуру кидаешь Горизонтально и вертикально И потом Укрепляешь его И проливаешь бетон Заливаешь бетон И все Вот так Каждый этаж так делаешь И получается Ну И это уже дом не из говна и палок Нет, вот, например, у нас Караж у нас построен на палках На 2x6 А, то есть из говна и палок Да Вот это вот гараж, да Но дом и коридор Я только хотел, чтобы Чисто, как у нас В России Чтобы крепкий дом был Потому что я так вот привык Это уже дом на века Да-да-да-да Это Только ветер дует Ничего не услышишь Ничего, нормально Тихо будет И, пожалуйста, расскажи про окна Что у тебя там Нет, ладно Мы подойдем Потом расскажешь Так, давай глянем Вот этот трейлер Вот я жил А, так он такой маленький Ё-моё Я там чуть побольше Ну-ну, и что? Ну, я как бы Жил в маленьком доме У меня не было Где трак парковать Я инструмент свой Слаживал И потом Приезжал на стоянку И обслуживал свой трейлер Там колеса снять Такое вот Ага Ну, места мне тут хватит Чтобы сварку загадить Ну, в принципе Ну, когда с этой стороны Сзади Может зайти Посмотреть сзади У меня сварка была здесь Либо сзади Я ставил Либо спереди Вот Компрессор здесь большой Я шланги провел Тут сварка, да? Да, тут сварку можно поставить А сюда? Здесь у меня стоял генератор Да Поэтому, видишь, черненькое Это от него выхладное Тут не дошло А сзади стоял у меня Большой тулбакс Для инструмента Разное Накидные ключи Разные Я это все убрал Они в гараже там сейчас стоят Ладно Да, я головой здесь бился постоянно Так что смотри, Славик Если тебе Ты подумай много раз Если ты хочешь Такой прицеп покупать Не, ну сильно большой У нас с тобой рост одинаковый Так что будешь биться Будешь меня вспоминать Ну, сейчас мы еще подумаем Мы сейчас еще посмотрим Просто большой мне тоже Не очень подойдет У меня же не столько земли Как у тебя Ну да Ну так вот для помилочек Чтобы чисто сервис Сделать по траку Там масло поменять Да, нет, его хватит Фильтра поставить Барахло Да, да, мелочь Очень удобно Я хочу здесь подсыпать щебенки Здесь И здесь сзади потом Трак парковать свой И здесь ремонтировать У меня тесть электрика Он мне провел уже Специальные розетки здесь сзади Что я мог подваривать Свой прицеп Потому что я как автовоз Все трескается Вот здесь хочу площадку сделать Для трака Не спереди Подъезжать на траке Сзади Поэтому у меня выхода Два выхода в гараж Можно зайти сзади Вот Ну пойдем посмотрим А так Тут дети уже кушают Ну ничего Можно зайти Блин, потом щюзы Надо будет отмывать Ну да Ничего страшного Ничего страшного Привет, семья Привет, привет Ох ты Ё-моё Так тут у него не гараж Тут у него дом целый Ну да Вот это чисто американский стиль Стены такие вот домов Вот Она утепляется Потом гипсокартон Слушай, вот это моя мечта Я тоже такой себе гараж хочу Это сколько с вами машин можно загнать Слушай Тут на две машины Тут на одну Получается Моя супруга Бусть я заезжает всегда Она хотела такой большой въезд Чтобы не ударить Ничего А здесь Как бы на одну машину Да Ты прикинь Вот это гараж А я Две машины закатил И все И места нету А тут гуляй не хочу Мы просто любим Ну всякой ерундой заниматься Ну помимо Только телек смотреть А любим там что-то Ковыряться А тут получается у тебя что А так сюда И тут получается А у тебя здесь проход Да У тебя здесь проход с гаража Да Идет в дом Да И ты тут проходишь Вот эта уже часть Мы все Все уже идет ICF Блоки вот эти Пролиты бетоном Да Вот это все А это остальное Это уже как каркас Вот эти вот окна Мы заказывали С Белоруссии Двери Тут будет такая Как соединять гараж Какая Здесь у нас Мы сделаем Проход Проход Это будет Называется по-английски Madroom Это сейчас А madroom От слова Грязь Да Грязь Вот как у нас сейчас Да И здесь Когда заходишь Раздеваешься Как по-русски будет Веранда Нет Гардеробная Прихожая Гардеробная Да Где-то так А там будет Сзади нас туалет Если Ну В гараже работаешь Можно зайти Там в туалет Сходить Шкафчик Вот И вот эти вот У нас окна Немецкие окна Мы с Белоруссией Заказали Вот подожди А окна Чисто немецкие Не в Германии сделали Или они Профиля Заказывают С Германии А уже сами Там в Белоруссии Собирают Вот этой тонкости Я не знаю Я знаю Что там у них Свой завод есть Там на фейсбуке Прям У них не завод Как они там Все склеиваются Соединяют Это у кого У немцев Или у белорусов Белорусов Значит они заказывают Немецкие профиля Я вот ролик снимал И там люди написали Что заказывают Немецкие профиля И на Украине И в Беларуси Там есть заводы Где они все это склеят И потом продают нам Да Да Это очень хорошие Очень удобные В Америке такого нету Нету Здесь у нас фуфло Всякое продает Да Ты можешь любой цвет Подбирать Как хочешь Любой узор У нас чисто У нас стиль дома Называется Colonial style Это 300 лет Таким домам Смотри А Верху Вот так И Ну это да Я в курсе Вот так И они очень теплые Да Не дуют Да Вот этот пенопласт Вот видно И сюда гипсокартон Прикручиваешь на него У него получается Вот здесь вот Идут такие реечки Пластмассовые Их не видно Там пару миллиметров И там они находятся И сюда гипсокартон Прокручиваешь сюда На шурупы Ставишь И все А То есть это речки Это уже они там Уже в этом В самом блоке уже готовы Да А получается Ты делаешь разъемку А провода как тянуть У нас есть такая пила Миллаки Она как чейнса идет И пропиливаешь Как тебе надо Вот по ней идешь И потом провода Сосовываешь У меня в подвале есть Можешь показать тебе В подвале уже сделан Да Вот это мне интересно То есть ты просто здесь сделал Как бы Как это Дырки не хочется говорить Такое грубое слово Немножко Как это называется Дупло Я не знаю Ничего лучше Дупло Ладно Он сделал вот это Вот это Место под розетку А проводка уже потом пойдет Вот где ты пропилил Там уже пойдет проводка Да Ссопаешь и все Слушай я смотрю У тебя там голубятни что ли Да Голуби Ладно пошли дальше Что еще можно посмотреть Так Ну Вот это как бы Ну размахнулся Ой размахнулся Это вход в подвал Вход в подвал Да Здесь у нас кухня будет Здесь будет газовая плита Это столовая А это зал Вот И вот Супруга нашла На фейсбуке Люди продавали От старого сарая Это эти большие посты Она хочет сюда их поставить Наверх Вот эти балки что ли Да Она хочет Да Она хочет их пошкурить И сюда поставить Сейчас так Нет Чтобы они были к потолку прикручены Или висели Нет На потолку прикручены Для красоты А Ну понятно А вокруг них гипсокартун Как Это как фарм стайл Я не знаю Да 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 Country стайл Country стайл Наверное Не знаю Ну Ну понятно Главное чтобы ей нравилось Ну И сколько у тебя получается Дом этих Скверфутов Вместе Без подвала 3600 скверфитов Это короче где-то 340 квадратных метров Без подвала И подвал у тебя жилой Ну По началу не будет жилой Ну это по началу По началу называется Unfinished basement То есть незаконченный подвал Где То есть там высокие потолки Все Но ничего не закрыто Все открыто И он сколько еще Ну это вместе с ним Получается будет 4600 4600 Где-то А тысячу Ну да 4600 это где-то Наверное где-то 430 квадратов Вот так Походу Так да Библиотека Камин Чтобы зайти в master bedroom Нужно пройти через эти два входа Это библиотека будет И там можно попадать Тогда Мастер bedroom Мастер bedroom Это в Америке Как у нас Мастер bedroom Это комната для Хозяина Как бы Для хозяев Да То есть Мастер bedroom Чем отличается Такая Комната для хозяев Для супругов И чем она всегда отличается У них отдельный свой туалет То есть санузел Ванна там Джакузи Не важно Унитаз там Или пуш И прачка у нас там Все будет вместе Это для того И она не проходная То есть чтобы попасть туда Ты именно проходишь Только через эту комнату То есть это чисто Вот с супругов Будет санузел Свой Туда уже никто Посторонний Там с какой-то С другой стороны Туда не зайдет Как только через комнату Называется Master bedroom Да Чтобы тут будут камины Получается Чтобы у него попасть Нужно пройти через библиотеку Либо через отсюда Либо через отсюда Либо через офис Там у нас офис Комната будет Либо оттуда можешь зайти Сразу там в туалет заходишь Вот Там у нас будет ванна Душ Как в американце Там все И туалет И прачка своя У нас отдельно будет Вот И у детей будет своя прачка Наверху Поэтому как бы у нас Ну Не будем в одном месте Стираться Слушай А что ты не захотел Дома из говна И палок построить Зачем тебе вот это вот Вот это все Что тебя подтолкнуло Именно Не ко все Ну я на стройке много работал И у меня Ну как я родился в России У меня всегда У нас Такие капитальные дома И мне как бы всегда Хотелось такой Капитальный дом Ну и плюс Когда я на стройке много работаю Что например Ты ходишь Видишь как их делают И когда ветер Дома прям скрипят Шумят И меня это всегда Так накаляло Я хотел такой дом Чтобы капитальный был Как будто я Обратно в России живу А на сколько процентов Допустим Он дороже у тебя Обойдется Если ты строил Из вот этого Фуфла Что здесь строят В то время Когда мы строили Одинаково выходит По идее Сейчас у нас цены Поднялись просто летом И у нас дерево И то что я делал Из бетона Она одинаково выходила Но по качеству Это небо и земля То есть практически Те же самые бабки Да Чуть-чуть Сейчас дерево упало Чуть-чуть у нас получается Сейчас опять где-то делать Чуть-чуть будет дороже Но ты выиграешь Намного в отоплении В качестве Дома Как бы Стенки Никуда не считаются Ну хорошо Здесь же все-таки пенопласт То есть ты на пенопласт Прямо сухую штукатурку Наклеиваешь Да Прямо на нее Или на шурупы Да А потом гвоздь Заходишь какую-то Картину повесить Получается все равно Стенка же Не бетон Все равно она заходит Драйвол мягкий Пенопласт тоже мягкий Какой тут Тогда нужно будет Длиннее шурупы ставить Чтобы в бетон попасть Ааа То есть ты закрутишь в бетон Да А сколько толщина пенопласта Нет Если просто Гипсовые Финиш заканчиваешь Когда делаешь То есть Пластмассовые Такие есть речки Идут в каждом Там каждые 16 инчи По-моему Не попасть Да Попасть Шурупом Да И тогда все заканчиваешь А если ты хочешь Что-то тяжелое повесить Такое серьезное Телевизор Да Тогда надо просто Большой болт Загонять И все То есть получается Ты проходишь через Сухую штукатурку Через этот И бетон А сколько там толщина Выходит Для пенопласта Два с половиной Инча По сантиметрам Я не знаю Два с половиной Инча Это пять сантиметров А дом Кто у тебя строит Ты сам его строишь Частично что-то Нанимаешь Или тебе все строят Почти я сам все строю У меня два рабочих есть Супруга Дети Мы сами строим А вот сейчас Как бы Такие мелочи Как сайдинг делать Ну это Облицовка на улице Как она называется Даже не знаю Ну сайдинг Так и говорят Только сайдинг У тебя не фуфлыжный Вот этот пластмассовый А вот этот Как он называется Это получается Как бетонный материал Да Что-то его все хвалят Говорят шикарная вещь Я не знаю Ну посмотрим Мне нравится Как бы Я скопича Мы обычно все Русские дома скопича строят Но мне как-то кипич надоел И плюс этот стиль Этого дома Он должен быть сайдинг сделан Вот я кстати Мне тоже в комментариях Люди писали Говорят что Типа Дом должен проветриваться Какая-то должна быть Получается у тебя Термоз закупоренный И говорят Он начнет у тебя там Гнить и все такое Потому что он у тебя Не проветривается Воздух не гуляет Ну в принципе Хочешь форточку открой И сразу проветриваешь Я не знаю Как бы Система вентиляции Говорят какая-то должна быть Нет У нас есть система У нас это Получается Подваль она проведена И на чердаке У нас две отдельных И она просто циркулирует Постоянно Но это же не система вентиляции Это у тебя отопитель такой Но она охлаждает И отопляет Вот это-то Хит-пал Да Она циркулирует Вот То есть она в доме По-любому Воздух нигде не заставится Он постоянно циркулиет Потому что по рукавам Дует теплый воздух Или охлажденный Либо-либо Здесь как бы Библиотека будет Вот проходишь Даже здесь будет Полочки сделать Для книжек Слушай, а почему ты сюда Доску-шестерку поставил? Или это восьмерка вообще? Да Ну почему? Потому что Это долгая история Но я несущий Я для себя строю Ну да И поэтому Подороже материал Получается Побольше Я просто чувствую себя Более комфортабельный Вот Молодец пацан Вот Это сюда Здесь вот Мастер бедрум Здесь у нас будет Спальная комната И получается Вот такая она Вот такой у нас Вид будет На весь наш участок Ага Да Там внизу дальше родник Как бы Туда Отсюда его не видно Но там будет Вот Мы хотим здесь потом Может быть коров завести Там Или еще какую-то Живность И такой еще вопрос Часто задаваемый Говорят А куда тебе столько земли? Ты что будешь Все 35 акров картошки засеивать? Зачем тебе столько земли? Ну можно Во-первых Я люблю кататься На форвилерс Ну если у тебя никогда Не было земли Ты не знаешь Что это такое Пока у тебя земля появится Ты просто Тебе просто Не хватает Хочется еще больше По российским меркам Просто Ну бывшие страны СНГ Они думают так Ага Если у тебя 20 соток земли Значит все Ты должен весь задний двор Закатать картошкой А тут Зачем столько земли Если ты на ней Типа там ничего сажать не будешь Ребята Это называется Правеси Это мое Поместье У тебя соседи далеко Что хочешь Что и делать Тут можно и С пугалки стрелять Да все что угодно Дети у него на форвилерах гоняют Никакой парк не надо идти Зажег костер Да что хочешь Что то и делать Хоть самолет сюда сажай Если бы он у тебя был Или вертолет Вертолет на площадку Раз У нас приземляются сюда Эти на шарах Эти шары Которые на горячем воздухе Подлетают Сюда прилетают А это Задолбаешься косить Все это Тебе сколько дней надо будет Так дело в том Что надо Как и американцы делают Нужно просто постраиваться По их Они уже все Это мы Не знаем Как с этим бороться Американцы как Они просто выбирают Часть какой-то земли Где они будут жить А все остальное землю Они под сельскую хозяй Ну там под скотину Бычка пустил Да и все Поэтому нужно будет Не заборщик пустить Пару мест А эту часть Делать переднюю Вокруг дома Буду косить А все остальное Пускай скотина Там будет Или что То есть Короче Запускаете Бычка Отгородили И забыли за нее На год А в том причине Он уже такой здоровый Зарезал И куча шашлыка И трава покошена Все время И удобрена И удобрена Да Получается что Это парадный вход У нас еще будет Крельцом Мы заказываем Такие Круглые Балясины Наверное Которые будут держать Весь Все крыльцо Круглого цвета Как римские Как на римские Колонны Колонны Вот Да Мы даже туда Заказываем Их Потом строим Крыльцо Крышу И можем Заканчивать Весь фасад Вот Это вот С Белоруссии Пришло К нам Эти двери Сантехнику Я все Сам делал Я работал На Сантехниках Полгода Меня научили Вот Так что Электрику Моя жена делает Есть Сейчас Мой сын делает Электрику Что еще Мы сами делали Ну в принципе Все Весь фрейм Колотили мы Все сами Все стенки Мы все сами делали Заливали Нам ребята Заливали Потому что Дешевле Чтобы тебе заливали Чем самым Нанимать Заливать У них как-то Скидка идет У бетончиков Поэтому Не было выгодно Они заливали Нам И все Сами Своими руками Получается Здесь На два этажа Проход Если Здесь Получается Наша молодежь Наверху Они могут Посмотреть Отсюда Кто пришел В гости К нам Прямо Отсюда Слушай А что это У тебя Как бочка Какая-то Огно Я вижу Это Супругина Затея Я был Против Этого И что Это Там Будет Это Будет Такой Какой-то Туннель Типа Я не знаю Это Будет Все Залеплено И окошка Будет В туннеле Слушай Если У тебя Будет Кошка Она Будет Сидеть И в окно Смотреть А ты Можешь Сам Туда Залезть Да Мне Это Не надо Вот Ты Только Что Сказал Что Моя Жена Делает Электрику Она Умеет Что Тесть Пятое Десятое Я Что Не Совсем Понял Я Насколько Знаю Электрика А сантехника Должны делать Профессионалы С лицензией И ты Не имеешь Права Ее сам Делать Ну Поясни Это От штата Разница Например В нашем штате Можно саму Сантехнику Делать И проходить Инспекшн Инспектор Приходит Ты накачиваешь Например Воду Накачиваешь 100 паундов Воздух Да Воздух Накачиваешь Воздух Системную канализацию Накачиваешь Воздух Воду А воду Да Вот Чтобы понятно было Сюда идет Сюда идет Отходы А здесь вода Сюда накачиваешь 100 паундов Сюда закачиваешь 5 паундов И инспектор Смотрит Чтобы Утечки не было Чтобы нигде не травило Ну сразу там упадет Если там дырка у тебя где И если ты проходишь Все по коду правильно Все углы Все правильно сделал Ты проходишь А по электрике Да Нужна лицензия Ну как мой тесть У него это есть Мы через него Как бы делаем электрику То есть все законно Да Все законно А потом приходишь В некоторых штатах Не так В некоторых штатах Только вот у тебя Должны все корочки быть И даже не Даже не Крисайся трубы Вот на севере так Там очень все строго Даже не имеешь права Трогать вообще ничего А в нашем На юге Нас все попроще Здесь лучше Ступеньки Ты заказываешь И они приходят Человек замеряет И тебе их делают Зайницу мою не снимай А это я оставлю Да Да Получается У нас Эта комната Будет для девчонок У нас Три парня И две девицы И вот у них будет Своя комната У них будет свой Один туалет Идти Здесь Получается Здесь мы им сделаем душ Здесь у них будет туалет И здесь раковина И это большой шкаф Какая-то комната Маленькая Шкаф Для Василики Для Иванки У них будет свой шкаф А тут почему у тебя как-то На этом Почему здесь выше Да Здесь будет У них свой зал Наверху Молодежи Смотрите тут Как высоко Как-то у него тут И что Ну у них в принципе Свой зал Они будут здесь Тусоваться наверху Нам не будет мешать Не а почему А там у тебя Там у тебя два этажа потолок Поэтому ты сделал тут повыше Да Там как бы да Там повыше Понятно Да Там 13 фитов Зал внизу 13 фитов А весь Весь потолок внизу Везде 10 фитов А зал 13 Да А здесь 9 фитов Потолки На втором этаже 9 футовый Кому надо Интересно Переводите В метры Да В метры Ну а у мальчишек Кажем по комнате А потом Чтобы Наши прачки Они не пользовались Мы сделали На этой стороне Вот здесь у нас комната Кузи будет Молодежь может остановиться Смотреть Кто пришел в гости Вот Здесь вход А вот эта труба Да Вот она И получается Здесь вот вход На чердак У нас чердак тоже есть Вот А это вот Вход сюда будет В зал Для молодежи Слушай Ну ты нам дашь Когда закончишь Пригласишь поснимать Нет Конечно Результат Посмотреть Ну конечно Здесь вот 8 фитов Подолки Чувствуешь разницу Это как американский стандарт Вот такой вот Ну да Это 8 фитовый Чувствуется Да Ребята Сразу хочу предупредить Я вам в принципе уже сказал Долго его уговаривал На интервью Не хотел Люди у нас скромные Не хотят Я говорю Это не хвастовство Людям интересно Мы же не говорим Вот у меня то Вот у меня это Смотрите на меня Завидуйте Нет Здесь никто так не делает Люди у нас здесь скромные Поэтому Просто показываю вам Как живут наши Русскоязычные мигранты И все это зарабатывается Своим трудом Вопрос Сколько ты украл денег Когда ты сюда приехал С России В наворованных Нисколько Мне было 12 лет Так что я ничего не воровал Может у тебя папа был депутат Который обворовал И дал тебе денег Нет Нет Простой работяга Поэтому здесь Основная масса Сюда народа приезжает Именно Вот наши Именно простые люди Без деньги Я приехал с 10 долларами А те Которые проворовались Они едут в Майами Они там покупают Квартиры в этих Высотках на берегу океана За миллион долларов Вот они тусуются там Сюда В Вирджинию Эти бывшие ворюги Они сюда не поедут никогда Я правильно сказал? Правильно Мы здесь работяги только Тут у нас все рабочие Все голодранцы приехали Тем более Когда те люди Которые переезжали В 90-х годах Сразу Чтобы вы мне комментарии Не писали Я вам сразу же говорю Что Когда я летел В 94-м году Поправь меня Если я не прав Я летел Россиянам Можно было перевозить 500 долларов А Страны СНГ Это даже поделять С Казахстаном Там все такое 50 Можешь себе представить Со мной одна летела Семья еврея Из Казахстана И они мне Сунули Свои там 500 баксов Грислайк перевези Потому что Не дай бог Найдут Мы можем только 50 долларов С собой взять Так тогда Люди Которые Если прятали деньги Там доходило до того Что даже коляски У детей Искали бабло На границе Когда уезжали Они даже коляски Выворачивали У детские Искали Чтобы иммигранты Бабки не прятали Так что И еще Опять же Тоже так же Заблуждаются Что якобы Вот ага Там наворовали В России И судаку Миллионы привезли Просто напоминаю В 2000-м году Я не говорю Про 90-е Когда зарплата была 70 долларов Тогда Это была Охерительная зарплата Тогда квартиры Вспомните Сколько тогда Квартиры стоили А вот 2000-е Мы покупали Сестре квартиру Новая абсолютно Двушка За 4000 долларов То есть Какие там Могут Миллионы Или там например Ой там Продал квартиру И привез с собой Сюда 100 тысяч долларов Тогда квартиры Столько не стоили Вот квартира тогда Стоила 4000 баксов А в 1994-м году Наверное вообще там Копейки Я помню Когда-то еще Говорили тогда Это уже конец Там 90-х Говорят Ну в Москве Цены не остановятся Вот даже Мне кажется Там до 80 тысяч долларов Квартиры могут дойти Идите сейчас Купите себе За 80 тысяч долларов Квартиру в Москве Вот тогда Такие цены были Поэтому О каких-то там Мифических деньгах Миллионах Речи тогда не было Вообще Да А ну-ка Два выхода Два выхода будет Да Выход с столовой И выход с зала Слушай А что ты крышу не сделал Металлическую Ну Очень дом Дорого становится Поэтому Крыша металлическая Дорогая Да Металлическая дорогая В 5 раз дороже Вообще Самое любимое Мое место в этом доме Как-то наверное Странно будет звучать Но это чердак А у меня подвал Там мне очень нравится Давайте Пойдем покажу Пойдем 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 Почему его нет Получается Мне очень нравится Смотреть в это окно Видно все далеко С высоты Птичьего полета Вот Уже дождик начинается И это мы сейчас Находимся на чердаке А что там за техника Траки какие-то Это чье все Это Ну мое все У меня же как бы Дома нету Некуда слаживать Я купил 2 фуры То есть тут у тебя будет Комната Здесь у тебя Вот этот стоит Отопление Как этот Хитпамп Тепловой насос Тепловой насос Который тебя отапливает Я так понял Вот это я не делал Вот эту часть Я нанимал В принципе у меня Тесть У него есть Лайсенс на это Тоже делать Но как бы У меня Ну я решил Проще было нанять Чем мне с вами этим заниматься И как бы Эту я часть не делал А все остальное В принципе Мы все с вами руками Чердак у тебя будет отапливаться Здесь Наверное Короче Пока Нет А в будущем Да Они бы нам провели Большую трубу И в будущем мы сделаем Но прям Когда сейчас мы заканчиваем дом Мы это не будем делать Потом в будущем мы сделаем Просто если ты будешь Сверху надо будет Тогда стекло Закидывать Утеплитель Да Это потом Может через годик Через два Но мне нравятся Еще вот эти окна Которые Можно смотреть Наперед Дома Кто приехал Вот окно Это у тебя чердак такой Да Офигеть Девчонки Офигеть Девчонки Офигеть Смотри Чердак Блин Я бы тут жил Слушай Девчонки Девчонки здесь любят играться Мы здесь сделали такой лежак Можно лежать здесь Смотреть в окошко Вот Там можно туда посмотреть Девчонкам очень нравится здесь Они уже мечтают Чтобы это ихняя вторая комната была Да Ну классно Ты что Не я в восторге Мне нравится Я бы тут жил Мне тоже нравится Очень здесь наверху Слушай А ты антишумку будешь В межкомнатные пространства запихивать Мы про это сейчас говорим Женой Еще не знаю Я бы рекомендовал У меня в доме вообще Атаз полный Да Капец В туалете пукнул На весь дом слышно Это я вам так скажу Хотя бы сонузлак сделай Но между комнатами Тоже советовал бы Между комнатами Между этажами Все-таки Когда ходят где-то Ты внизу находишься Слышно Мы думаем Чтобы спрей-фом делать Они таким ганом дуют И пена такая раздувается На как бы утеплитель Мы будем таким сделать Не знаю Как дорого это будет Еще не знаем Бабки согласен Но все равно Мне кажется Надо Слышимость реально сильная Если у тебя пустые стены Очень все слышно Вот между комнатами Девчонки будут сидеть Где-то Какая-то вечер Будут сидеть Теллизер смотреть Или что-то У себя в комнате Слышно Да-да Может так и сделаем Да это бабки Да это много Но зато потом Реально Я у себя в подвале Вот там часть уже задел А между подвалом Тем этажом Я не сделал вот эту Да Ничего не задел И у меня такое желание Сейчас все это сорвать И залепить У меня на третьем этаже Унитаз смываешь Хотя бы трубу Они в стекловатую Закутали И все слышно Как вода С унитаза Вода На все зало Ты сейчас утеплил Нормально? Я не делал ничего Стены скрывать надо Там труба идет В туалете С верхнего этажа И внутри стены Туда в подвал А стена Выходит в зал То есть ты Кто-то будет Унитаз смывать И вот на весь зал Бууууууу dopo Понеслась Вот это все Жизнедельца с человека По трубам Летит туда Впадал И все это слышат Сидят там Креветки кушают И наслаждаются Вот этим звуком Это ужасно Хотя бы трубу Хотя бы обмотали В чего не будет Хотя мне говорили Горееат чугун Если ты сделаешь Чугунную трубу Слышно не будет Не ну Это уже роскошь Ну я думаю Как ты сказал Можно просто утеплителем Сделать будет нормально. Ну да, шумоизоляция, конечно, это пипец. Очень все слышно. Да, так и сделаем. Бабки, но если ты делаешь, я считаю, если такой делаешь, грандиозный проект, ты собираешься здесь жить, ты делаешь для себя, ну, потрать еще несколько тысяч. Отработаешь. Да, да. И еще молодой. О, это мы спустились в подвал. Холодно сразу стало. Холодно, да. Получается, например, наоборот, на улице сильно жарко, здесь тепло, или наоборот, держит долго температуру, надо либо окна открыть, проветрить. Тогда будет опять температура на улице. А, тем, что были холода? да. У тебя вот этот холод еще не остался? да, и если ты сейчас откроешь окна, у тебя продует теплый воздух, он у тебя потом Capron останется, да. А подвал у тебя будет отапливаемый? Да, да, отапливается. Вот說 вторая система, которую они поставили вот здесь, вот это вторая система, она идет, отапливать будет подвал и первый этаж. А то, что на чердаке были, она может чердак отапливать и второй этаж. И тут я вижу выход на улицу, да? Да, выход на улицу. А тут что? Блин, место пипец, бильярдное. Да, здесь можно поставить еще одну стенку, одну стенку поставить, и может две комнаты иметь большие, да. Но жена не хочет, она хочет, чтобы здесь какой-то, не знаю. Пим-пом, бильярд, да, я бы не трогал серьезно, оставь вот так. А большое открытое пространство, здорово. Сюда воздушный хоккей, сюда пинг-пом, или бильярд, качаться, тренажерный зал, качалку сделать. Вот у меня дома качалка, знаешь, какая красота, мне надо в зал ходить. А, ты хотел провода показать, вот прорезал, да? Да, вот получается, мой сын делал, Калин, вот здесь, мой дедушка сказал, что сделать, и он сделал. Вот прорезаешь здесь, пилой сюда вставляешь, и все очень просто. А здесь в бетон прикручиваешь шуруп, и все, она держится потом. Он ничего не сделал, гуляет, ничего не сделал, должен сделать. Короче говоря, вот этот фасад, нам сделали большую скидку. Пришли в магазин, один лист вот этой доски, она как бетонная, с бетона сделана, она стоит где-то 14-15 долларов. Нам говорят, хотите, мы по 5 продадим, но они будут разного цвета. А нам-то что, мы все будем белым цветом красить. Поэтому по 5 долларов, мне такое пошло. Поэтому у нас дома, если посмотришь, везде разного цвета. А я смотрю, думаю, что у него разноцветное, а я не знал, что, оказывается, еще и красить надо. А краска долго держит? Ну, как часто украсить надо? Что-то мне краску смущает, честно говоря. Ну, конечно, я думаю, в 70-е годы краски лучше делали, потому что там было много чего сейчас нелегального. Ну, наверное, ну, думаю, лет 20 продержится, надеюсь. Надеюсь, говорят. А в смысле нелегального? Ну, аспеста, я не знаю, по-русски. А, асбест? Да, да, да. Да, это сейчас, сейчас они дом на наличии, когда ты дом покупаешь, они на наличии аспеста его проверяют. А это была хорошая вещь. Да. Да, нам краска бы долго держалась. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 так мы здесь проводим время на своего дома нету мы сироты бомжуем вот так приедем погреемся порадуемся жизни немножко и обратно к тестю в подвал да вот такая моя жизнь бедные несчастные парень за ростова-на-дону да да он кстати вот этой рощи где я гулял детстве маленьким пацаном надо на той остановке женщину возле аэропорта где я там гулял да поэтому такой сумасшедший шучу у меня голубят на это мое хобби но я им уже как бы снимала занимаюсь время нету стройка работа а так это глубь я построил еще я живу subdivision и и привез привез сюда вот мои голуби а вот это поилка что ли нет это просто как дождь дождь просто сливается вниз чтобы не на голубей падала туда но ты жена она она взяла короче так в наглую свои курейства притащила мой голубятню я сопротивлялся но по коду я проиграл надо и построить короче этот курятник этих до этого зашли внутри сейчас греются там от дождя а там для моей дочери это был первый как бы голубятник что я построил когда жил в дивизии когда голубей заводил а сейчас там кролики там девчонки мои василик и иванки там благ короля ай тут такой бомжатник устроили здесь немножко главное чтобы дети были рады вот видишь тут кто-то из них мальчик кто-то из них девочка я не знаю кто все а тут и кота загорождением сделали выпускает их смотрит и верну детям как бы а мне комментарии пишут у вас тут арестовать могут если там что-то заведешь тюрьму посадят за за кроликов не менее ну тут у мух голубятник это большая болезнь не объяснять не объясню почему они мне нравятся почему на них только денег тратишь ну вот это такая болезнь просто отчеты с ними делать-то ну сидят они в клетке и что ты просто от меня так прихожу мир так радостно на душе не знаю смотрю их балдею она лучше их нельзя выпускать ну жена тут крыку и завела начну выпускать мне половина голубей повылетала копчик перебил а голубь там один по 200 по 300 баксов стоит каждый вот поэтому я тут немножко так снимали расстроен был ну как бы ничего к одному дострою опять буду заниматься этим плотно этим хобби слушать это грязи ты будешь делать потом это надо будет засеивать траву везде сеять солому накидаем выравнивать все хорошо в солому и потом траву сеешь и все зарастает и будет нормально будет чистенько у меня пятеро детей нормально с если кому косили да 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 поэтому будет нормально косилка даже посмотрю на дизеле кабота да смотри да дизельная кого-то классная сколько они там размах 72 инча в нее 33 косилки стоят внутри мне вот жена дети катаются нравится правда конечно нужно под навесы оставить новенькую взяли и помогает слушай а мы с той стороны не смотрели это у тебя передняя часть это задняя это еще кучу надо раскидать экскаватором вот видишь разноцветный дом у меня получился получается это у нас столовая первая справа а то 2 мастер бедрум вот неплохо так получилось но разного цвета низу 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 своего фасада снизу будет два фита идти камень такой искусственный камень делаешь на сетку штукатурка и потом камень как плитку ложишь его выкладываешь и швы затираешь там и все такой коричневый камень нас там жена купила уже готовы лежит как ребята закончат сайдинг делать этот фасад если не будет холодно начнут камень ложить по кругу по периметру и вот так прикольно смотреться будет белого цвета дом это чисто колония оставил американского белого цвета дом и камень снизу коричневого цвета такой будет финиш я в америке прожил 28 лет и второй раз жизни я вляпался в грязь и раз я вляпался на на рыбалке и и второй раз здесь у вас и никогда в жизни здесь в америке кого вот не мы вот это будет у меня второй раз вот так вот бывает все забираю трейлер короче опять бабки вот у меня два варианта либо банки деньги занимают по 2 по 22 процента либо отдавать наличкой буду думать так вот берем трейлер потому что он мне реально нужен инструмент и все остальное в общем в общем вот так спасибо тебе большое за интервью надеюсь зрителям понравится скажи чтобы лайки стали эти комментарии писали хорошо говори лайки ставьте лайки и комментарии пишите и на канал чтобы подписались канал славик да славчик юсей обязательно подпишись на канал говорит подпишитесь подпишитесь ну все я погнал всего хорошего а